Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. Сегодня мы посвящаем наш эфир трагическому и одновременно героическому событию. Так случилось, что перед празднованием Дня Победы есть ещё одна памятная дата – годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 1986 году, 26 апреля, на ней взорвался четвёртый энергоблок. Эта катастрофа могла быть намного серьёзнее, если бы на пути беды не встали десятки тысяч мужественных людей, которые своими жизнями, своим здоровьем и отвагой спасли миллионы. Сегодня у нас в студии трое участников ликвидации той аварии. Это Алексей Егорович Тимохин, ликвидатор, заместитель председателя Союза инвалидов Чернобыля. Юрий Николаевич Килиберда, человек, ставший директором станции в период ликвидации. И Александр Николаевич Лагно, лётчик, человек действительно легендарный. Он осуществлял контроль за местом аварии с воздуха. Итак, Алексей Егорович, то, что авария произошла накануне Дня Победы – это случайность. Но совершенно не случайно ликвидаторов той аварии сравнивают с солдатами Победы. Да, ваш и вопрос, и постановка темы сегодняшней нашей встречи действительно актуальна и проходит в знаменателе событий. Весь народ, советский народ, я имею право так назвать, все те, которые нас любили, уважали и так далее, будут вскоре отмечать 70-летие. Великая Победа, Победа советского народа над самым страшным, самым зверским из всех войн Великой Отечественной войне. Мы победили там, и мы, естественно, никогда не забудем и помним, и живых славим, и помним тех, которые погиб по даду. Но перед этой датой у нас еще одна дата. Она, как и первая, как и мировая война, как-то возникает событие эпизодически, ну, если честно, ведь раз в год. Это памятная дата Дня Защитника Отечества. Это тоже была война, только война более страшным рвом. Потому что если на фронтах Великой Отечественной мы убили противника, мы знали, проводили там разведку, боевые действия и так далее, то здесь был тайный враг, неожиданный и, самое главное, беспощадный. И для того, чтобы его обуздать, и как раз и брошены были силы. Секреты никакого нету, хотя разночтения большие до сих пор. По некоторым данным, на борьбу для того, чтобы закрыть этого врага, в кавычках, было брошено и призвано 800 тысяч военнослужащих. Это несколько дивизий здесь переводить на общины. А кроме того, какие были затраты материальные, другие. Другие, на обуздание этого врага, опять же, принимали участие не только военнослужащие, там были войска, внутренние войска, там были медики, там были автомобилисты, там были шахтеры. Ну и, само собой разумеется, лучшие умы. Если сейчас делать анализ прошедших дней, то, пусть покажется это немножко, может, даже удивительно и так далее, но какая хронология и события при сравнении той и другой войны. Я называю это войной, потому что, как и на первом войне, погибали, закрывали грудью, сражались без оружия и так далее солдаты. Это не в человеческих условиях они выдерживали. Ну, такой маленький эпизод первоначально. Три-четыре дня идут, радиация уже расширяется, радиацию уже почувствовали в Японии, в Китае, на Ближнем Востоке, все страны Западной Европы докатилось до Америки. А мы в Киеве 1 мая готовим праздник и делаем вид, что, в общем-то, что-то случилось, но такое же не было. А в это время гибли люди. Гибли неподготовленные люди, потому что все было внезапно. Пока призвали с запасом, пока подобрали заведение, время шло, мы потеряли очень много времени. А в связи с этим мы потеряли людей. И когда сравниваешь эти события, эта борьба за выжимание, для того, чтобы спасти народ, в первую очередь народ Украины, я коснусь этого вопроса, интернационализма немножечко, чуть-чуть. А ведь Белоруссия и Российская Федерация, более всех ведь пострадала иногда. И вот когда начинаешь говорить, он был на войне, да, там солдат с оружием в руках был, но и тут солдат, только вместо оружия у него была лопата. И дозиметр. Но не другое. Эти дозиметры появились только на третий месяц. В лучшем случае. Пётр Юрьевич, на третий месяц, а до этого было никаких дозиметров не было. Земля желтая была, оранжевая и так далее. Звенело, люди теряли сознание, кровотворительный нос, кровь и так далее. А дозиметров все нет и нет. А на крышу надо это, вбирать, уничтожать это все, собирать и потом нахарить, и все это надо. И вот получается, смотрите, Великая Отечественная война, 4 года. Но 4 года мы боролись и с этим злодеем. 4 года. С 86 по 90, 4 года. Там внезапно как бы началась война. Здесь тоже оказывается внезапно. Ведь взрыв этот произошел не во время работы. Станция работала великолепно. А во время того, как там проводились эксперименты и так далее. Там были призванные молодые люди 18-20 лет. Здесь тоже самое 800 тысяч прибыло. Там во время этих катастроф, и во время, как только немцы занимали город, были мародерства и так далее. Аналогично, в этот же период, в течение 3 месяца, мародерство процветало в Припяти. Тащили все, что можно, не боясь нереакции и так далее. Там пришли в первые дни войны винтовка на пятерых амнасы. Не дозиметр, но лопат. Ну, что можно было лопатой? Впоследствии поэт один написал стихотворение. Я, конечно, его, если можно, покажу зрителям. О том, что под действием нестечения данного стихотворения было равно рабочей смене. Ровно 40 секунд. То есть, пока человек завязал выбор на крышу? Вот эти 40 секунд было дано на то, чтобы смена, а там несколько, там не один-два человека, должна была забраться, лопатами взвести и немедленно покинуть. Если он не прикал, он получал смертельную дозу облучения. То есть, в первые дни 40 секунд только можно было работать? Смотрите, как и в первой войне, у нас многочисленные, когда бросались бойцы на бразор обзора. Здесь бойцы наши, сыновья уже, бросались с голыми руками на того врага, который мы называем. Там летчики отстаяли, бросали, летали, бросались, чувствуя, что погибали наши летчики славные, вертолетчики. Летали над Жерловым, жертвовали тоже и свои зубы. Каждый понимает. Там были добровольцы, и здесь были добровольцы. То есть, говоря о войне Великой Отечественной войне, можно рассказывать о войне при Чернобыле и защите и так далее. И делать оно, и аналогия совпадает. Там были трусы, и, естественно, их наказывали и первые месяцы, и здесь были трусы. Там, кто говорит, мать родная наживался и в это же время наживался. Я еще почему это знаю? Потому что я как раз с этими людьми боролся и так далее. Ну, такая уж у меня была работа в Чернобыле. Дала и герою. Дала героев Советского Союза и в Великой Отечественной войне, герои Советского Союза. Многочисленных медалей орденом дали. И сегодня даже присутствующие нами сегодня тому пример. Это живые люди. Но еще одно сравнение. Ведь от Соденцова на защиту нашей страны, я бы говорил, что родина, а родина тогда была, Советский Союз, ушло 500 человек. Не вернулось из них, было уже около сотни. Многие, 40% это дети войны. Среди участников по ликвидации этой катастрофы чудовищной, которая изменила даже мир, были участники. Мы тому пример. Мы сейчас вот здесь сегодня сидим. Мы все трое, дети войны, все трое участников. Мы шли туда добровольно. У нас был порыв один. Быстрее, быстрее сделать так, чтобы обезопасить и спасти людей, которые проживают. Как и война первая, большая мировая война, так и это причинило огромный материальный ущерб. Материальный ущерб. Не только то, что мы потеряли земли, города, технику и так далее. Но самое главное, мы потеряли много молодых людей, которые могли и должны были дать пользу нашему государству. Как и в те времена, так и здесь. Нас, конечно, не забывали. Нас посещали прессы, описали о событиях, которые там происходили. Там, как и в Великой Отечественной, всевозможной ансамбле, песни и так далее, чтобы как-то обрадовать и так далее. То есть, типичные фронтовые события, которые были и соответствовали тому периодам. Алексей Горькович, я думаю, что действительно можно абсолютно на таких основаниях понятных приравнять и солдат Великой Отечественной войны, и ликвидаторов чернобыльской аварии на Чернобыльской атомной станции. Я думаю, между ними можно спокойно ставить знак равенства, и там и там подвиг великий. Я хочу еще маленько отметить, ведь душа человека в тех времен 70-ти и душа 30 лет назад была практически одна и та. Эти люди любили. Недаром, недаром же, я хочу отметить, возможно, этот момент, но я считаю их место. Когда дали оценку тем воинам, которые погибли, мы должны помнить, что принимала и церковь, которая беспокоилась. Но и высказанные патриарха Московского и всей Руси, я думаю, должны прозвучать. Чернобыльская катастрофа – это испытание, данное Господом, чтобы предостеречь человека от более страшных ошибок. Человек по незнанию беспечности и жадности может стать опасным для всей живой земли, но Бог дал испытание тем, кто был в состоянии с ним справиться. Чернобыльцы-спасатели заслужили высокую награду, возможно, на земле – это быть приравненными к Божьей раке. Я считаю это и от души, и очень правильно, потому что мы живые, мы отдаем дань тем, которые погибли. У нас много инвалидов, и мы должны знать, что они эту жизнь и здоровье положили за нашу страну. – Ну что ж, я хочу единственное, что сказать, что, наверное, одно из немногих отличий, если не единственное, это то, что действительно на этой войне требовалось не только мужество, отвага, самопожертвование, но там еще требовалось прекрасное знание, вот как Вы сказали, врага. Врага – прекрасное знание законов физики, прекрасное знание тех физических процессов, которые происходят внутри этого энергоблока, потому что, исходя из этого, только и можно было этого врага победить. – Юрий Николаевич, Вы были среди тех, кто руководил процессом защиты вот этого энергоблока, вот что можно сказать именно о технической стороне? Ведь понятно, что в самом начале, наверное, мало кто знал, что же все-таки произошло, это потом уже было восстановлено, и то с определенной долей вероятности, почему это произошло. Вот, а Вам надо было в кратчайшие сроки закрыть, локализовать эту опасность. Как Вы в этой ситуации действовали, когда и врага-то толком не знаешь, да? – Значит, при беседе с одним из чиновников, ну, это давно было, не сейчас, сейчас совсем другое отношение, я как-то разговаривал о чернобыльцах и говорил о том, какие трудности встречались. – Мне он сказал, что ты из них делаешь героевым. Так вот, я хочу добавить, значит, когда лезли на крышу, никто их под палкой не гнал. Выстраиваются люди, добровольцы, шаг вперед, кто желает, шаг вперед сделал, вот ему 50 секунд, за 50 секунд он должен быть сбегать туда-сюда, лопатой бросить или руками сбросить, вот Вам герои. – Дальше, Легасов, герой Советского Союза, это тот ученый, который вложил в создание атомной, развитие атомной энергетики и именно в прекращение вот этого вакханали, которое случилось на Чернобыле. – Это герой Советского Союза. Телятников, это пожарник, герой Советского Союза. Мельник, это вертолетчик, герой Советского Союза. – Это я отвечаю тому чиновнику, который мне сказал, что ты корчишь из них героев. Это люди именно были на войне, выполняли боевую задачу. – Что касается самого саркофага. Чтобы приступить к саркофагу, надо было очень много сделать. – Первое, что сделали, это герои-пожарники, которые не знали, что радиационная авария. Они где-то три часа ночи только почувствовали, что взорвался реактор. – Это пожарные свое дело сделали. После пожарников надо, чтобы развернуть силы и средства, надо сделать как в боевых условиях разведку. – Без разведки там невозможно было ничего делать. Это молодые солдаты, молодые офицеры, химики на своих машинах МРТ ездили в эти зоны, где тысячи рентгенов, где за тысячу рентгенов, где шестьсот. – И не зная полей вот этих заражений, нельзя было приступить. Это очередное. – Дальше у них необходимо было силы и средства организовать и приставить на станцию, чтобы развернуть эти работы. – Это надо было поставить биологическую стену между реактором и той территорией, где разворачиваются эти подразделения. – А ставить биологическую стену – это тоже в зоне шестьсот-четыреста рентгенов. – Тоже считали секунды, кран вскакивает, ставит блок, выскакивает, ее заменяет другой. – Вот так вот делали. Вот так вот делали. Это настоящие герои. – Не считали, что это героизм. Они считали, что это долг такой. – Это обязанность человека было. Надо было спасать страну и человечество от вот этого кошмара. – Не сделая вот это, нельзя было приступить к развертыванию работ по сооружению. – Вот когда мы сделали, биологическую стену поставили, когда шахтеры под реактор пробили тоннель, убедились, что не будет прорыва радиации в водоносные слои, потому что если бы реакция попала в водоносные слои, это припять, припять, до Днепра, до Черного моря, все было бы заряжено. – Это следующая колоссальнейшая катастрофа. Добились этого, проверили, забетонировали, спасли. – И вот после этого, ну параллельно с этим, велись работы по изучению, как закрыть вот этот вот сам реактор. – Пока мы все вот эти подготовительные работы делали, ученые думали, проектировали, и спроектировали вот такую конструкцию, как назвали ее саркофаги, или укрытие. – Это укрытие сделали, ну это единственное, что надо было. – Реактор сам вот этот, который был разрушен, летчики забросали и песком, и свинцом, и жидким каучуком, и там еще многими-многими элементами забрасывали, просто теоретически пытались как бы быстрее немножко притушить ее. – Вот после всех этих мероприятий начали сделать сооружение. – Значит, работали заводы по изготовлению бетона, бетона, блоков, работали заводы по изготовлению вот этой конструкции, арматуры, и вот это в считанные секунды, минуты люди бегали, делали, строили и закрыли. – Всего за, ну где-то в декабре, в декабре уже саркофаг был готов, закрыли. – Естественно, не спасли от всего, от всех бед, но основной источник был закрыт, ему не дали дальше распространяться. – Сейчас он, я не скажу сейчас, ну довольно уже плачевное состояние, он начал разрушаться, начали делать уже, сконструировали, спроектировали, новый саркофаг сделать. – Ну после вот этих украинских событий, я не знаю, и там, тем более, американцы там собрались сделать, типа, место, могильник. – В общем, это еще для нас, людей, непонятно. – Ну вот, что там делает сейчас Украина, я не могу ничего сказать. – Вот, вкратце. – Ну, вообще, вот это решение, я так понимаю, его надо было принимать быстро, потому что, действительно, сделать, можно было навредить, приняв неправильное решение, вот в той ситуации, которая была, когда счет, вот, действительно, шел, там, это май, например, да, счет вообще шел, ну, на часы, на минуты, может быть, да? – Счет шел на очень сжатое время, на очень сжатое время. Чем больше мы будем протянем, тем больше мы заразим свою территорию, не только свою. Это была заражена и Румыния, и Польша, и Прибалтика, и скандинавские страны. Это 11 областей России были покрыты отдельными пятнами, только Россией. Плюс еще 4 республики пострадали. Это то, что касается Советского Союза. А сам радиоактивный фон пролетел несколько раз вокруг земного шара. И чем быстрее закрыть, чем быстрее закрыть, тем лучше не только для нас, а для всего человечества. Это большая-большая беда. – Александр Николаевич, вот Ваша работа, конечно, тоже была ключевой. Юрий Николаевич сказал о том, что именно летчики, да, забрасывали, пытались как-то это все законсервировать, да, сам вот, активную эту зону реактора. Вот Ваша работа, Вы осуществляли вот этот контроль, Вы являлись, наверное, одним из организаторов этой работы. Ваши воспоминания, как это было? – Было таким образом, я, так как я летал по многим местам, где производились взрывы атомного оружия, когда испытание. На новой земле я был, в Симпалатинске был, и в некоторых местах еще. И поэтому, как у меня был опыт, когда эта катастрофа случилась, меня привлекли, а в армию привлекает это очень быстро. Я с экипажем 25 мая приехал еще наук, научные работники из Москвы, военные приехали с аппаратурой. И у нас самолет, это в Кубинке, самолет А-24, радиационной разведки, который имеет две гондолы, ну и аппаратура внутри, подготовленная к этим работам. Этот самолет. Вылетели в город Овруч, получили предписание и работали из города Овруч. Задача стояла в том, чтобы забирать в эти гондолы, там стояли хорошие фильтры, и эти фильтры, когда произвелось забор, ну, первый пролет всегда мы делали над реактором, который я видел каждый день под собой, и выжженная земля, и лес. Такой пятак большой, первый раз прилетел, посмотрел, ну, наверное, и температура была. Ну, замер, во-первых, потом забор одной гондолы, второй, прилетаем в Овруч, выгружают специалисты, ставят новые фильтры, и панно делаем 5 километров прямо над Припятью, это получалось, один, 5 километров, потом 10, и опять забираем, 10, 20 километров, 30, только 30-километровая зона была там. То есть, всю эту зону приходилось держать? Да, каждый день, и это фильтры эти, сам 12-х, на готове стояли, загружали, и в лаборатории определяли, значит, там, это, сколько там, что там имеется в воздухе, какая там доза и так дальше, какие-то. У вас тоже было какое-то ограничение по времени, ведь вы же, наверное, не в стратосфере летали, а вот непосредственно над самим реактором. Нет, ну, над реактором только один проход и забор один, а потом даже 5 километров, а то Припять я там видел, как там, все это, белье на веревках там висело, там все брошено, все уехали, вывезли оттуда. И работали мы на малых и пределах малых высотах, это что, значит, 50-100 метров там принялись, чтобы поближе к земле. Ну, чтобы непосредственно вот здесь знать ситуацию, что происходит. Забирали, и самый, каждый день забор, и ну, пока мы не сделаем все эти самые, свои заборы, потом, значит, мы и так каждый день, каждый день. И там я до 29-го, даже 30-го, 30-го июня вернулись, это каждый месяц. Естественно, уже до зимы там какие-то были эти карандаши, нам дали, ну, они так пока относительно, там, солдатики после прилета посмотрели, записывали. Что стало с техникой, на которой вы летали, она тоже была списана? Ну, там летала, экипаж работал дружно, там наука с нами тоже летала, все это видела, все эти заборы производила, там все тоже, это все они снимали, хотя бы перчатки так, снимали эти фильтры, новые ставили, на малых, что вертолеты там носились тоже, Ан-12, если видели, Ан-12 посыпали, чтобы скрепляли грунт, поставили такие у них там большие бочки, выводили такое сопло было, Ан-12, и он поливал там дороги, поля, чтобы не поднимался. Чтобы пыль не поднимался. Чтобы поднималась пыль, да. И вот они все доносились, и, значит, мы там, самолет там 24-й, он такой, и не маленький, конечно, и Ан-12, и вертолеты там тоже сюда, и мерили температуру, я видел лично, как они градусник туда, на трассу вставляли, один уронили, значит, там, ну, неудобно, там, работать над этим, а те по времени, там, сроком, ну, а мы вот работали в таком плане. Самолет замирали, там, обрабатывали ее, химики, там, специальные бревята, там, смывали своими растворами, делали смыв, естественно, мы там, душ там был установлен, чтобы тоже себя как-то немного летали, старались в респираторах, потому что, чтобы тоже не так много надышаться, как-то предохранялись. Ну, вот смотрите, да, в этом году мы отмечаем 70-летие Победы, в следующем году будет юбилей у всех ликвидаторов, будет 30-летие с момента вот этой вот аварии. Понятно, что сейчас все мысли о 70-летии Великой Победы, но, тем не менее, я уверен, что вы как-то готовитесь, что у вас есть какие-то планы, какие-то замыслы. Я знаю, что вы собирались установить и памятный знак, как вот обелиск, мемориал сделать в Одинцовском районе. Вот если можно, Алексей Гурчич, что в этом направлении продвигается? Да, Петр Юрьевич, в прошлом году, когда мы на эту тему, поднимали эту тему, действительно, мы взяли ответственность в какой-то мере моральную о том, что почему до сих пор во всех практически городах, в том числе и на Украине, Белоруссии, есть стелы, обелиски и так далее в честь защитников нашей земли от невидимого врага, а у нас нету. В этом году произошла сдвижка. Благодаря администрации и благодаря тому нашему выступлению набросан необходимый сейчас план его создания. Я думаю, что наконец-то в честь 30-летия этот бой установлен, отработать необходимо, ну вы как все взяли, с земельными комитетами, с архитектурой, со строителями. Бюрократическая работа большая и так далее. Желание, но она хоть сейчас, а вот работа такая, я думаю, что он будет. С потугами, с скрипом и так далее. Ну нам очень, конечно, помешало, возможно бы это и чуть и раньше, но вся загвоздка финансового вопроса. И эти финансы, естественно, временем лежат на районе, на городе, а у них, в связи с всеми известными событиями, не так их много. Но, тем не менее, руководство города и района идет нам навстречу. И я думаю, мы в честь памяти и погибших, и инвалидов, и больным и так далее. Ведь, понимаете, чем страшна какая-то болезнь эта? Она, как ни странно, не возникла в 86-87, она дает сейчас. Последствия мы испытываем до сих пор. Ежегодно покидают из ликвидаторов сотни человек, и нас становится все меньше и меньше. Хочешь, не хочешь, как в сравнении, после Великой Отечественной войны, кто первый в 41-м году? Да у нас единицы остались. А сколько нас осталось в 86-го года? Все. Да у нас уже половины нету. Поэтому, отдавая дань мужеству, стойкости этих людей, это до того ответственные люди и самоотверженные, что нельзя мимо этого пойти. Но, как ни странно, нам очень тяжело и бороться и с бюрократией. Но тем не менее мы найдем, мы настоим. Мы настояли на том, что разгромили в Великой Отечественной войне акт победы, разгромили атом церковных на него, отвечали им и так далее. Самое главное, не потерять память, не дать победе, чтобы кто-то присвоил тогда. И, как ни странно, пытаются эту же победу в Чернобылье. Сейчас уже говорится, что это все сделала Украина, но России почему-то там нету. Уже обидно, но мы должны это были ожидать. Надо было работать. И надо было действительно, не покладывая руки, но это тоже добровольцы, как ни странно. Ну, Алексей Григорьевич, я думаю, просто еще, скажем, 10 лет назад никто не думал даже о том, что кто-то эту победу, победу на датому, может себе попытаться присвоить. Что, скажем, такое кощунство вообще в принципе возможно. Вот вопрос о том, как вы будете 26 апреля встречаться, где вы будете отмечать, наверное. Мы решили 26 числа выехать в Москву на Митинское кладбище, возложить от имени города и района венок в памяти, упомянуть наших ушедших товарищей, вспомнить и наблюдать друзей, оставшихся живых, поделиться опытом, потому что там будут представители других районов и города Москвы, Московской области, соответственно. И, естественно, пути и планы делаются. Они, я думаю, будут выполнены. Но все устремления нам идет уже, пошло теперь к 30-летию. Ну что ж, Алексей Егорович, мне остается пожелать действительно вам здоровья, пожелать не опускать руки, да, потому что планы у вас большие, для того, чтобы их сделать, нужно не только здоровье, терпение, настойчивость. И я вот действительно желаю, чтобы к 30-летию, со дня вот этой вот даты, действительно у вас появился и музей, и памятное место, мемориал чернобыльцам, чтобы все эти планы обязательно вот в течение следующего года, к 30-летию, обязательно исполнились. И, Петр Юрьевич, мы доложим вам на очередном таком встрече, я думаю, о том, что вы задержали мы слово, мы ведь фактически вам дали, а в вашей администрации это слово, и мы сделаем вам, как сказать, ну, отропортуем, что сделано, а что и не сделано, потому что правда должна быть одна, а в правде, когда мы говорим, мы говорим и о недостатках, и о победах. Поэтому я тоже от имени присутствующих ветеранов, спасибо, уважаю вам, благодарность за все, спасибо за нашу сегодня встречу и за ваши интересные вопросы к нам. Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели передачу, об этом стоит узнать. На этом мы прощаемся с вами, всего доброго, до новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok